Прошло уже полгода с похорон Дмитрия Красилова, известного как Пухляш. Мать артиста пришла на могилу к сыну и увидела, что участок разгромили вандаловым. Артиста похоронили в родном Заринске, где он прожил детские юные годы. Мать Галина регулярно приходит на могилу к сыну и накануне она стала свидетелем страшной картины. Сил нет говорить, что я увидела. У Димы рамка портреты сломаны, ленты сожжены, цветы выброшены и так далее. Портреты пытались порвать, но не получилось. Что? Что же творится с людьми? Почему столько злости и ненависти? Задала вопрос женщина, мама Красилова. Задокументировала все, что сделали вандалы и отправилась в полицию. Сообщается, что МВД уже начал проверку по факту произошедшего. В ближайшее время они установят личности виновников. Напомним, Дмитрий Красилов начинал свой путь с Заринским. После начал работать в ансамбле «Улыбка», а затем поехал учиться в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле. В 2016 он получил диплом актер и режиссера драматического театра и кино. Его страстью были танцы, поэтому он стал не только выступать в составе разных групп, но и сольно. Широкую популярность Красилов, которого все называли Похляж, приобрел после съемок в проекте «Танцы», а затем его можно было увидеть в клипе «Литл Биг Уна» и «Крем Сода. Никаких больше вечеринок». Он также был членом жюри шоу «Фантастика». Дмитрий почувствовал себя плохо 17 декабря прошлого года. Во время съемок он поехал домой и перестал выходить на связь. На следующий день к нему приехали друзья и взломали дверь. В квартире на полу они обнаружили тело Пухляша. Причиной смерти стала эндокринопатия, связанная с нарушениями в работе эндокринной железы. Есть и другая версия якобы трагедия. С 29-летним танцором произошла из-за острой сердечной недостаточности. Прощание с Красиловым прошло сначала в Москве, а затем 23 декабря. В 2023 году его тело придали земле в родном Заринске. Светлая память.